МИХАИЛ И АЛЕКСАНДРА ГОРСКИЕ СНОВА ПРИЕХАЛИ НА ДАЧУ Пока их не было, все приобрело дикий вид. Выросли сорняки и расползлись вредители, муравьи и улитки. Участок требует уборки, но в целом растения чувствуют себя хорошо. Цветов стало больше и такие красивые. Фуксия обзавелась новыми лиловыми фонариками, стала еще роскошнее. Распушилась остильба китайская, ее мохнатый розовый куст виден издалека. Раскрылись розы и пронзительно яркие флоксы. Есть чем любоваться и есть чем поживиться. В середине июля в Ленинградской области поспевают огурцы, по крайней мере теплицы. А вокруг полным-полно ягод. Этим северная природа особенно богата. Хватит и полакомиться, и сварить варенье, было бы желание собирать. Лето красное. Вот зеленый горошек у нас. Вкусно, вкусно. Ну и черная смородина у нас тоже на подходе. А еще у нас есть черный крыжовник. Новый месяц, новые цветы. И старые еще цветут, и новые растут. Вот такой синий цветочек. Высокий и красивый. Саша, расскажи, что ты делаешь. Цветочки, понятно. Молодец. А это красивый цветочек. Это тоже мальво? Да, вот это. У меня костер там горит. Хочешь посмотреть? А здесь мы сжигаем мусор. Это еще тот зимний, ломанные зимние ветки. Вот. Мы их потихонечку ждем. Расскажи, Саша, как нужно есть правильно улиток. Я тебе сейчас такое расскажу. Лучше. Хорошо. Не будешь рассказывать, как нужно улиток есть правильно? Я относиться к лично. А ты не ела рыц? Я не знаю, что я так. Странно. Что ты расскажешь? Улиток нужно есть во Франции. Вот. А наших не надо есть. Вот какая красивая розочка у Саши появилась. Саша, покажи нам свою розочку. Не пахнет. Не пахнет. Зато красивая. Да. А еще у нас на даче поселились муравьи. Ничего против мы, конечно, не имеем вообще муравьев. Но на даче это плохое соседство. Муравьи приносят тлей. Вот, посмотри, вот можешь снять. Да. Вот, вот, вот. Видишь, все облеплено. Вот. Это вот они тлю. Уже рассадили. Видишь, и сидят с ними. Это они рассаживают тлей, а потом их доют. И поэтому муравейник нужно уничтожать. А, забегали, забегали. Да, вот. Вот так вот с муравьями боремся. И как раз... Именно? Да. Не понравится здесь жить, раз у них такое... Они просто свалят. Ну да. Хотя японцы после хироси мы же не свалили, а по многому отстроили. Ну, ты знаешь, муравьи это не японцы? Угу. У них, в принципе... Они, наверное, свалят, да. В принципе, варианты есть. Им есть куда валить, в отличие от японцев. А вот что стало с нашими огурцами. Сегодня мы уже ели первый. 18 июля. А вот и остальные на подходе. О, какие. Думаю, через неделю поедим огурцов. На славу. Ну, сегодня сколотил такую подпорочку для крыжовника. Чтобы ягоды на земле не лежали, не гнили. Вот такие ягодки у нас будут. В магазине на распродаже были куплены всякие растения. И такое растение. Они все сухие, а хорошо не поливать. Да. Их можешь поставить на землю просто? Конечно. Сейчас я их вытащу и поставлю на землю. Поставить, причем не здесь, а куда-нибудь в тенечек. Вот такие покупочки ставят. Мы будем сажать их в барбарис. В воскресенье смотрели огурцы. А сегодня вторник вечер. И вот это те же самые огурцы. Представляете? За два дня кабачки тоже не отстают. За два дня кабачок вырос. Вот такой стал. И второй подрос. Вот он. И этот кустик тоже радует нас потихонечку. Вот такой штукой. Кто же это здесь такой? Угу. Я. Ну, смотрите, какая черная сморозня. Я много доволен в этом году. И в прошлом немало было. А вы говорите, зачем нужна дача? Чтобы малину кушать. Не париться в городе пыльным. По вторникам, да. Можно посмотреть, что выросло у соседей. У соседей выросло очень красиво. И вот наша прогулка, ставшая уже тартационно. Сегодня уже почти 22-23 июля. Здесь посмотрим кабачки. Вот такие вот они. Тишина и жара на даче. У нас как и чеснок растет тут. И розочка наконец-то распустилась. Лето, однако. Вот и теплица. Что же у нас тут такого выросло еще? Ох, как тепло. Огурцы прут. Несмотря на то, что мы их едим, они растут новые. В прошлый раз мы показывали неутомимых муравьишек, которых мы, к сожалению, были вынуждены изничтожить. Засыпали золой. И что бы вы думали, буквально в метре отсюда жизнь снова кипит. Они снова строят муравейников. При том, что они, в общем-то, твари полезные. Но на дачном участке они совсем не нужны. Они нужны они по главной причине. Они притаскивают тлей. Как мы свиней раскармливаем. И что-то там с них едят. Но вся беда от них в том, что тли едят все остальное. Поэтому, к сожалению, муравейник нам опять придется изничтожить. Чтобы не было ни муравьев, ни клей. Еще у нашего сада-огорода есть вот такие враги. Они ползают. Поплодятся там без сыра. И потом все сжирают. И клубнику, и листочки, и все, что могут. Очень жалко, что мы не в Бургундии. Иначе мы бы их всех съели. Вот такие у вас кула у нас растения. Это красное, это черное. Вот такие ягоды. Она реально очень большая. Но не все на даче отдыхают и едят ягоды. Некоторые на даче работают. Вот такой урожай яблок будет. Все яблоки только на одной ветке. И эта ветка не очень толстая. Собственно говоря, чтобы ветка не сломалась и яблони дальше не стали разваливаться, нам нужно найти подпорку. подпорку, чтобы подпереть эту ветку. Ну вот, после небольшой паузы мы решили проблему яблони, суродив вот такую подпорку из подручного материала. Теперь ветка у нас, я надеюсь, что до осени не сломается, яблоки вызреют. И мы с вами еще попробуем. Пришло время прощаться с Сашей и Мишей и с их замечательной дачей в Васкилово. Наверное, вы заметили, что домик у них скромный и участок небольшой, но рассказывать о нем можно долго. Хороший пример благоустройства на обычных шестисотках. Растения все разные и все любимые. Есть где отдохнуть и где поработать. И не важно, что климат дождливый и прохладный, зато на душе у хозяев тепло. А вот это куст у нас свежий. Вот. Так, мы собираем. Наш северный виноград. Сорт Сан-Джоуэзе. Да? Да, будем кьяньте делать. Вот, что у нас в этом году родилось. Давай кусай. Вкусная смородина? Угу. Ну, какая-то странная. Ой, какая сочная. Сочная. С косточкой. Ну, почти такая же. Как такое может быть непонятно. сочная. 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 Сочная.